Рада приветствовать на своем канале. Кузя вас тоже приветствует. Сегодня будет видео о покупке белорусской косметики в разных магазинах и в основном интернет-магазине, в котором я большую часть заказала. Если вы покупаете в розницу, они намного дороже. Но давайте начнем, что я приобрела именно в обычных магазинах. Так, это Белита, бальзам для волос, зеленого цвета, 450 мл, стоит 140-160 мл, везде по-разному, бывает со скидками. Он вот такого зеленоватого жидкой консистенции, экономично расходуется, я пока его тестирую. После него волосы хорошо расчесываются, блестят, но прям такого вау-эффекта я пока не наблюдаю. А здесь состав масло норковое, масло кокоса, коллаген, алоэ и крапива. Крапива запах ощущается. Ну, попробовать, потестировать я могу, пока рекомендовать. Следующая это покупка. Пена для бритья. Ухватила я по 99 рублей в Ашане. Успокаивающая для чувствительной кожи, обеспечивает легкое скольжение бритвы, защищает кожу от ссадин, микропорезов, сохраняет естественный уровень увлажненности. Нежная гладкая кожа. Здесь у нас 250 мл. Сама пена реально очень нежная, чем-то даже напоминает Ниве Мусс. Экономичное расходование, приятный аромат. Девчонки, присмотритесь, очень хорошая. Следующее. Кто не любит пену, рекомендую Белита, гель для бритья, но большинство я его видела именно в Ашане. Он то появляется, то нет, то на главной сцене распродажа. Здесь с маслом чайного дерева, экстрактом алоэ, календула и ромашки. 120 грамм. Здесь очень хороший состав. И гель этот не пенится. Он прозрачный. Обеспечивает идеальное бритье без сухости, раздражения. Способствует эффективному удалению нежелательных волосков. Смотрите, масло чайного дерева, антисептик. Снимает раздражение и покраснение кожи. У кого жутительная кожа. Бессаболол обладает выраженным противоуспалительным эффектом. Экстракт алоэ, календулы увлажняют, питают и успокаивают кожу. Очень хороший состав. Просто бомба. Следующее. Это мицеллярная вода. Я заказывала две штуки, но пришла одна, потому что другой не было на складе. Очищение, сужение пор, чистая матовая кожа, удаление макияжа. Одним движением подходит для кожи лица и век. Здесь у нас 150 мл. Ну, 130-140 где-то на стоит. Здесь у нас идеальное средство экспресс-очищения. Мицеллярная структура перепадает действие как магнит, притягивает загрязнение и сужает поры. Смотрите, я ее сейчас тестирую. Снимает она макияж хорошо, но для моих глаз, если снимать тушь, тени, она не подходит. У меня сразу покраснение глаз происходит. Я не знаю, или у меня в последнее время из-за погоды, то, что у нас атмосферное давление туда-сюда и скачет. Ну, как бы покраснение глаз. Они более сейчас чувствительные. Вот. Но я ее использую, когда ты снимаешь просто с лица макияж, с бровей. Но свек лица я не снимаю. Так она хорошо после очищения кожи гладкая, сужает поры. Она даже подойдет как тоник перед макияжем. Мне понравилось. Рекомендовать могу. Следующее. Я взяла на запас, у меня сейчас окончится, гель интимный гием. Но я не знала, что он будет вот такой здоровый. Здесь у нас 400 мл стоит 100 с чем-то рублей. Гель интим для душа, гель алоэ вера, ромашка, календула, протеин, аллатонин, молочная кислота. Гель интимный гиен обеспечит эффективное очищение и защиту деликатной кожи. Бережно очищая кожу, не нарушая ее защитные свойства и кору. Так имеет естественный кислочной баланс. Можно утром и вечером использовать. Вымойте тело, тщательно смойте водой. Я еще не пробовала. Аромат такой. Но ромашка точно присутствует. Нет такой сильной одушки. Но мне его точно надолго хватит. Не знаю. Потом расскажу в пустых баночках или фаворитах. Но я его долго буду использовать. Если кто пробовал, напишите, как он. Следующее. Я решила протестировать. Люблю тестировать зубные пасты. Стоила она 70-80 рублей. Вот так она выглядит. Здесь у нас 160 грамм. Это дентавит. Масло эвкалипта. Кора дуба. Шалфейфтор и кальций. Целебный бальзам. Укрепляет зубную маль. Защищает от кариеса. Продохраняет от болезни парандон. Вот это клинически доказано. Добрым и здравым. РБ. Республика Беларусь. Так. Вот такая она зелененькая. Такая жиденькая. Хорошо очищает зубы. Освежает дыхание. Ну, мне понравилось. Без всяких, знаете, чего-то вредного. Мне кажется, здесь очень хороший состав. Но ничего такого нет. Содержит натуральный, высокоэффективный компонент. Защищает зубы и десны. Продохраняет от болезни. Желательно после каждого применения пищи. Двух-трех минут. Мне понравилось. Я буду еще брать. Бюджетная цена. Еще вот такая большая упаковка. У меня уже все летает. Следующее. Это для ног. Крем-паста для ног. Стоила она там, ну не знаю, 70-80 рублей. Для удаления сухих мозолей и на том дыше 75 миллилитров. Здесь содержится салициловая кислота. Смягчает кожу от шелушива. Отметвешившие клетки ее поверхность. Молочная кислота обеспечивает эксфолиацию наружного слоя. Кожа ног ускоряет процесс регенерации сухих участков кожи. И масло ши размягчает огрубевшие участки кожи. Перед тем, как мыться или на ночь, вы наносите, где у вас сухие мозоли, натоптыши, надеваете пакетик, что-то такое-то, что у вас есть. Или пленкой заворачиваете ноги. Держите 20-30 минут, потом смываете. Можете потом снять эту грубевшую кожу натоптышей пилочкой. Ну, прям такого вау пока эффекта нет. Вроде неплохая. Она такая белая, средняя консистенция. Приятный такой аромат. Пока тестирую, но не могу сказать. Но она вас точно не избавит прям от сухих мозолей и натоптышей. Это все зависит от обуви, от стильки, сами понимаете. И уход за ногами. Следующая. Взяла попробовать крем-аквафиллер. 50 мл. Супер увлажняющий. Запечатывает воду в клетках кожи. Предключает испарение влаги. Разглаживает, дарит природное сияние. Я пользуюсь утром, перед нанесением макияжа. Очень хороший крем. Рекомендовать могу. Хорошо увлажняет. И подходит как база под макияж. Полностью согласна. Как будто у вас прям как раз и рельеф кожи ровные запечатают. Знаете, мне кажется, здесь очень хорошо. Много содержится гиалуроновой хорошего качества кислоты. Напоминает новосвит. Когда наносишь... Сейчас покажу, какая консистенция. Вот такая. Видите, легенькая. Тут гиалуронка точно присутствует. Она сразу увлажняет. Аромат такой приятный. Но не сильная такая душка. Видите, и кожа сияет, и блестящая, и увлажненная. Мне кажется, это средство очень подойдет на осень, зиму и весну. Бюджетность. То, с чем-то рублей стоит. Следующее средство для кутикулы размягчения стоит 50 рублей, 30 грамм. Коррекция ухода для удаления кутикулы. Вы наносите на 10-15 минут. И потом аккуратно кутикулу отодвигаете и обрезаете бамбуковой палочкой. И потом обязательно смываете. Масло. Неплохое средство. Надолго его хватит. Здесь написано Белита Космин. Ну да, только Белита Космин. Хорошее средство. Следующее. Купила вот такой маме крем. 170 рублей. Морской коллаген. Крем актив для лица, омолаживающий для всех типов кожи морской коллаген и водоросли. Интенсивно разглаживает морщины, обеспечивая лифтинг эффект, углажняет, тонизирует и укрепляет кожу. Так, увеличивает синтез коллагена 8 из 9, увеличивает синтез коллагена 3 типа, увеличивает синтез галуроновой кислоты. Эффект достигается через 72 часа, как они пишут. Такая упаковка. Я открывать не буду. Она еще не пробовала. Потом со временем, ну, расскажу. У них очень хорошая крема. Очень много их. Начиная от 150, заканчивая 400-500. Это супер, наверное, такие-то. С лифтиком эффектно. Следующая. Заказала два бюджетных BB крема. Вот они вот так приходят. Один 30 мл, другой тоже 30. Ну, давайте начнем. Белит и Юнг BB крем для лица. Фотошоп эффект. Естественно, универсальный тон. Стоит он 111 рублей. Ну, где я заказывала. Он хорошо увлажняет кожу, подстраивается под цвет лицо. Убирает небольшие, ну, как бы, покраснения, если какие-то неровности. Вот видите, вот такого цвета. Его очень хвалила девушка, блогер из Рязани. Яна Блогер. Не Яна, я не помню, как ее зовут. Вот видите, хорошо. Вот по ее советам я взяла и теперь пользуюсь каждый день. Мне просто идеально подходит на каждый день. Кто не любит, ну, такой супер эффект от анального крема, что прям плотного. Он легкий такой, текстура. Мне очень понравилось, как здесь пишут. BB крем уникальный. Его компонентное действие подстраивается под цвет кожи, мгновенно выравнивает, визуально скрывает недостатки, увлажняет и обладает ух-защитой, обеспечивает умеренный тонизирующий эффект. И бюджетно стоит. Следующий тональный крем для лица комплексный дневной. Перед тем, как заказывать, я обязательно почитала отзывы. Там прям пишут, какой брать, какой не брать. Лучше белорусский. Ну, чтобы потом не выкидывать. Это совершенная кожа, мгновенный уход с тонирующим эффектом. Этот более посильней. Ну, если у вас шеушение или попроснение кожи, или крысики, вот, вам надо их замазать, этот посильнее берите. Здесь у нас BB крем натурал. Современный, макунациональный, интенсивно увлажняет, активно питает, разглаживает морщины, придает сияние коже, защищает кожу от солнечных гущей. Сейчас покажу, как он смотрится. Он более, немножко другого цвета. Видите? Он более такого, как кофе с молоком. И вот так, видите, немножко по-другому. Но он все равно тоже подстраивается. Он более такой вот, как-то натуральный, что ли, более. А тот более бежевый, такого цвета. Вот, вот эти тональные крема. Ну, потому что я сейчас вот этим пользуюсь. Мне очень нравится. Я буду еще брать и другой, который дешевый. Тональный крем бежевый. Я вот, билеты тоже планировала. Но эти намного лучше. Буду брать, тестировать. Мне вот больше всех вообще вот только подходят из билетов. Вот другие, там, не знаю, Ниве биби-крем, чистой линии биби-крем, черный жемчуг, гардьер, что там еще, катрис тональный крем. Они не подходят. Вот эти идеально подошли. Следующее. Это пудра. Тут у нас 11 грамм, тон номер 33. Дешевая такая, ну, как бы, можно сказать, упаковочка. Мне сразу не понравилось. Но я знала, что у меня будет. Я потом поменяю вот этот, как поролон дешевый. Ее мало здесь количества. Стоит она 330 рублей. Вот такой оттеночек. Пока я ее мало тестировала, вот, ну, такое, 50 на 50, пока не могу ничего сказать. Мало я еще тестировала, она как в запасе лежит. Вот, ну, мне кажется, надо другую брать, комплименты, или еще подороже, по 400 попробовать. Это немножко, мне кажется, слабовато. Компактная пудра. Тут, 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 до 21 года. Ну, не знаю пока. Кто ее уже пробовал, напишите, как он. Следующая. Дела попробовать маленькую такую масочку. Она 30 или 40 рублей стоила, 10 грамм. Маска для лица, длительное увлажнение кожи, лифтинг эффект, четкий контур лица, напитанная кожа влагой, повышена тонусу и упругости. Вот, ну, посмотрим. Пока еще не тестировала. Хочу протестировать, когда, ну, более, мало ли, сухая кожа будет, или обветрится. Она у меня как на запас идет. Ну, у них очень маленькие разные маски есть по бюджетным ценам. Как всегда, я повторила покупку любимой своей туши, рилы. Рекомендовать ее обязательно. Здесь не силиконовая, ну, как так сказать, не силиконовая кисточка обычная. Она хорошо удлиняет, разделяет. Мне надо удлинение. Объем у меня есть, изгиб есть. Самое главное – удлинение. Надолго ее хватает, не осыпается, не высыхает. Я считаю, что они ее даже дешево продают, потому что такая тоже должна продаваться, ну, 400, 500, 600. Потому что другие туши, там, не знаю, Catrice, Essence, Maybelline, что у нас еще есть. Vivienne Sabo, в последнее время, мне кажется, кажется, качество испортилось. Космия. А, не Catrice, а еще как-то такая марка. Только еще могу рекомендовать. Catrice, как же называется? Новая марка косметики, их многие блогеры. Татьяна рекламируют. Не понял, короче. Ладно. Но тушь рекомендую на каждый день. Следующие – это два блеска. Они стоили 130 рублей. Так, первый оттенок номер два. Ну, на фотографии они не так немножко смотрятся, как-то выбираешь. Такая удобная, красивая кисточка. Everline. Очень хорошие тоже кисточки. Вот такой капушу, видите, прозрачный такой. Хорошо ложится на губах, держится и увлажняется. И на свету немножко маленькие микрочастицы переливаются. И такой сладенький аромат. Мне кажется, это люкс визаж. Так вот он точно называется. Мне понравилось, рекомендовать могу. Очень классный. Следующий блеск, он более, кажется, как будто темный. У них очень много там оттенков. Это у нас 21 тонн. Вот такая кисточка. И сам по себе он такой, как смородина, я не знаю, фиолетовый, видите? Он не такой темный. На каждый день, на осень-весну, мне кажется. И он чем-то другим таким пахнет, ягодным. И последнее это лак, рилы. Он стоил где-то 130 рублей. Там много оттенков. Это оттенок 11. Покажу. Такая кисточка. Видите, ровно, квадратная. Такой приятный цвет. Я не знаю, может, грязно-фиолетовый или смешали как будто, знаете? Фиолетовый, белый. Получился вот такой цвет. Ну, это кто художник понимает. Хорошо ложится, долго держится. Лак могу рекомендовать и берите. Мне понравилось. Так что вот такие покупки белорусской косметики. Спасибо, что досмотрели это долгое видео до конца. Вся информация, все ссылочки на косметику будут в инфобоксе. Подписывайтесь на мой канал, инстаграм. Напишите, что вы можете рекомендовать из белорусской косметики. Может быть, я куплю, потом протестирую или вам покажу. Так что всех целую и обнимаю. С вами была Анна Ладши. Пока-пока.